Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как меняется транспортная сеть Самары и сохранятся ли льготы на проезд в общественном транспорте? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии заместитель руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Самары Юрий Топилин. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Добрый день. Ну давайте начнем с самой важной социальной сферы. Произошло повышение стоимости проездного билета на общественном транспорте. Скажите, пожалуйста, насколько подняли, с какого момента и в связи с чем может быть? У нас с 1 октября произошло изменение тарифов на проезд в общественном транспорте. Раньше проезд за наличный расчет стоил 23 рубля, теперь цена проезда составляет 25 разовой поездки. При этом сохранилась возможность более дешевой оплаты проезда с использованием транспортных карт. Разовая поездка ранее стоила 21 рубль, теперь 23 рубля, то есть те же 2 рубля повышения. Более существенно изменилась стоимость проезда для студентов и школьников. Если ранее разовая поездка и для студента, и для школьника обходилась в 11 рублей 50 копеек, то теперь это 16 рублей для школьников и 18 рублей для студентов, соответственно. Примерно на такие же значения увеличились цены и на долгосрочные месячные проездные карты школьника и студента. Это ранее было 450 и 550 рублей. Теперь эта сумма составляет 950 рублей для студентов и 750 рублей для школьников. А почему повышаются тарифы? Вот такое повышение, на первый взгляд, незначительное, на 2 рубля, да? Оно поможет предприятиям муниципальным работать без убытков? Или вот что даст вот эта сумма в результате? Почему повышаются тарифы? Не секрет, что у нас в структуре пассажиропотока весьма значительную, ощутимую долю занимают льготные категории пассажиров. То есть это те люди, которые, проезжая в автобусе, в трамвае, в троллейбусе, в метро, они не в полной мере оплачивают свой проезд. За них производят определенную доплату еще городской бюджет. И год от года эта ситуация, она у нас наблюдается. Льготных пассажиров очень много, это порядка двух третей. Ну, просто вот на пальцах пример такой самый наглядный с нашим метрополитеном. Там стоимость перевозки одного пассажира предприятию обходит свыше 45 рублей. Ну, вот там те же льготники, там студенты до недавнего времени платили 11,5 рублей. То есть они даже не то, что там половину, треть не оплачивали своим проездом. И в связи с тем, что мы существуем вот в рамках одного и того же бюджета, затраты у предприятий растут. Полностью эти затраты не компенсируются за счет бюджетных средств предприятия. У нас вынуждены в том числе кредитные ресурсы привлекать. Ну, и по этой причине, в связи с тем, что у нас идет повышение тарифов на энергоносители, на горюче-смазочные материалы, на иные виды расходов, поэтому происходит индексация, определенное повышение стоимости проезда. Но льготы-то в любом случае сохранятся, пусть не в таком. Льготы у нас сохраняются. У нас, ну, мы вот перед тем, как такое решение было принято, проводили анализ, вообще смотрели, сравнивали Самару с другими городами-миллионниками, с соседями нашими по Приволжскому федеральному округу, и выяснили, что фактически Самара в плане льгот наиболее щедрый город в Российской Федерации. То есть вот по 11,5 рублей не ездили больше нигде, только у нас. Во многих городах, в принципе, нет льготного проезда для школьников и студентов. Где-то есть возможность купить проездной документ на определенное число поездок, но нигде такой цены, вот как у нас, не было. И сейчас, хотя это значимо и заметно, с 11,5 до 16, допустим, для школьников увеличилась стоимость проезда, но мы все равно остаемся городом, который устанавливает для льготных этих категорий самые низкие, самые доступные в определенной степени цены. И вот помимо школьников и студентов можно привести еще пример с наиболее социально незащищенной группой населения, это пенсионеры. Я напомню, что они могут совершать неограниченное число поездок по социальной карте жителей Самарской области, заплатив 270 рублей. И вот эта стоимость не пересматривалась 11 лет. То есть для наиболее социально ориентированных групп мы сохраняем эту возможность и позволяем пользоваться услугами наших транспортных предприятий со значительной скидкой. Согласитесь, все-таки 25 рублей, 16 есть разница, и даже 25 и 18 есть разница. Вот есть такое понятие транспортная карта, она какие скидки предусматривает? Да, я же говорил, что у нас было 21 рубль по транспортной карте, теперь 23. Еще есть безлимитная транспортная карта для граждан. Ранее она стоила 1300 рублей, это в течение месяца можно всеми видами транспорта неограниченное число раз пользоваться. Сейчас это будет 1600 рублей. Но она для всех категорий жителей без ограничений. Если школьник там покупает, он должен справку из школы предъявить, то эта карта приобретается просто так, вот любой желающий приходит и покупает ее. Ну, в любом случае, всегда, когда происходит повышение, то есть возмущение у людей. Конечно. Да, и вот чтобы этого избежать, хотелось бы понять, из чего складывается вот эта стоимость билета на проезд. Кажется, что вот людям повышается, все вот это все нагнетается. Обстановка на самом деле, за какие затраты? Стоимость билета за проезд и, в принципе, затраты транспортных предприятий складываются из нескольких составляющих. Достаточно существенной выглядит заработная плата того персонала, который работает на предприятии. Также есть такие направления затрат, как энергоресурсы. Это водоснабжение, это энергоснабжение, это горюче-смазочные материалы. То есть это некие вот такие текущие затраты. Есть ремонт существующего парка техники. Есть, в конце концов, обновление подвижного состава. Вы знаете, что у нас в городе идут достаточно объемные массовые закупки парка и автобусов, и трамваев, и троллейбусов. Я напомню, что за последние два года приобретено 125 единиц автобусов, работающих на газомоторном топливе. Это практически половина муниципального парка автобусного мы обновили. Закуплено 20 трамваев, 20 троллейбусов. И в этом году у нас в рамках чемпионата мира планируется очередная закупка. Вы сказали, что закупили в последнее время. А вообще, если в целом транспортный парк посмотреть, из чего он состоит? Сколько единиц? Какой техники? Если посмотреть на парк муниципальных транспортных предприятий, то на сегодня мы имеем 305 автобусов муниципальных. Это автобусы большой вместимости. Из них фактически более чем третий. Это новый парк. Вот эти белые газомоторные лязы. Вы могли их видеть на улицах города. Городской электротранспорт представлен трамваями и троллейбусами. Трамваев у нас 424 единицы. Троллейбусов 236. Ну и, может быть, не так заметен, как автобусы, трамваи и троллейбусы. Но у нас есть еще и метрополитен. Там имеется 46 вагонов метро, которые тоже мы обслуживаем, содержим. Но они не обновлялись пока? 46 вагонов метро наших. Из них 28 вагонов требуют обновления в ближайшие годы. Эти вагоны никогда не обновлялись. Вот как они были закуплены порядка 30 лет назад, так они и эксплуатируются. И, конечно, это тоже требует обновления. Вот когда вы говорили про автобусы, вы несколько раз повторяли газомоторные. Что это значит? Это автобусы, которые работают не на дизельном топливе, как все привыкли, как было раньше, а на компримированном жиженом газе. А что это дает? Это дает экономию, потому что газ банально стоит дешевле. То есть такой автобус, он обходится дешевле с точки зрения эксплуатации в плане закупки горюче-смазочного материала. Плюс этот автобус соответствует нормам экологическим Евро-5. Это лучшее, что может произвести сегодня российский производитель. И такой подвижной состав у нас уже закуплен и ездит по городу. Да. Вот приятно слышать, что с экологической точки зрения наконец-то стали думать тоже. Потому что город миллионный, очень много автобусов, и действительно, если это дизель, то... Можно сказать, что весь закупаемый подвижной состав, он у нас наивысшим экологическим стандартам соответствует, потому что вот эти автобусы, это как бы максимум возможного в плане экологичности. И трамваи, и троллейбусы, ну понятно, это электрический транспорт, у него нет вредных выбросов, в принципе. Ну, если говорить подробнее о трамваях, в последнее время уж каких только мы трамваев не видели в городе. Хотелось бы все-таки определиться, какие они будут в результате, потому что они проходят какие-то стадии, так скажем, опробирования, или как это правильно назвать. Расскажите, что ждет наш город, и как вот именно принимается решение о том, что вот оставить такой трамвай или такой? У нас проходит определенный такой тест-драйв. Вы знаете, у нас почти целый год на городских маршрутах работал трамвай-метелица белорусского производства. Это трамвай первый у нас был трехсекционный, его очень положительно восприняли жители. Раньше такой техники в Самаре не видели вообще, и мы слышали отзывы, что это чуть ли не космический корабль какой-то на рельсах у нас присутствует. Вот помимо трамвая-метелица у нас проходит тестовую эксплуатацию еще два трехсекционных трамвая, уже непосредственно российского производства, это трамваи Усть-Катавского завода и трамвай завода Урал-Трансмаш. Эти трамваи, они все немножечко отличаются чем-то, то есть, ну вот, например, трамвай, который Урал-Трансмаш, он немножечко покороче, он там порядка 21, по-моему, метра в длину, он немножко менее вместительный, но он дешевле и, может быть, там дешевле будет в плане эксплуатации нам. Трамвай Усть-Катавского завода, он подлиннее, он примерно вот на уровне метелицы, там порядка 27-30 метров, вот, ну, у него тоже по сравнению с той же метелицей есть плюс, это полностью российское производство, вот, и эти трамваи, они обкатываются у нас на маршрутах, мы смотрим на те отзывы, которые дают нам граждане, а в каждом трамвае у нас висит по нескольку специальных журналов, где люди просто пишут свои пожелания, там, мысли какие-то, которые у них родились при поездке в трамваи, ну, и свои, в принципе, ощущения от этого нового вида подвижного состава. Смотрим, как себя ведет трамвай, в принципе, на маршруте, ну, не секрет, как бы, вот, вы даже как хозяйка, например, когда готовите какое-то новое блюдо, оно, может быть, у вас не с первого раза получается, так вот и в Самаре раньше не было в эксплуатации трехсекционных трамваев, люди к ним привыкают, адаптируются, мы смотрим, какой трамвай проще в эксплуатации, какой, может быть, там, типичный, может быть, выявляются там мелкие недочеты, что нужно сказать заводу, чтобы там доделали, вот, и на основании всей вот этой собранной информации в итоге будет принято решение, какой же трамвай наиболее оптимальный, вот, с точки зрения именно удобства в эксплуатации. Это какие временные рамки для этого отводятся? Сколько времени? Я думаю, что до конца этого года вы уже сможете порадовать в новостях всех граждан уже, вот, конкретикой, какие именно трамваи у нас будут. Ну, когда мы говорим о закупке нового транспорта в последнее время, тоже часто звучит слово низкопольное. Это вот к каким машинам относится? Это относится ко всем видам транспорта. То есть, да. В идеале низкопольное, это означает, что, вот, когда к остановке подъезжает, там, будь то трамвай, троллейбус или автобус, человек должен к нему подойти и сделать не вот шаг вверх, не на ступеньку наступить, чтобы подняться, а просто сделать шаг вперед. То есть независимо, трамвай, троллейбус или автобус. Это достигается несколькими решениями. То есть, если автобус, это может быть, допустим, просто низкопольный, и он подъезжает и становится прямо вот вровень с бортиком, да. В троллейбусах, вот, в некоторых применяется такое интересное решение, что он немножко наклоняется вот так вот, как бы приседает перед пассажиром, да. В трамваях, ну, в связи с особенностью вагона, обычно делают вот среднюю дверь низкопольную, а дальше там в салоне немножко идет, ну, такое возвышение под небольшим уклоном, и тоже либо можно зайти непосредственно вот прямо в эту среднюю секцию, либо бывает еще откидывающаяся аппарель, когда специально прямо отбрасывается такой, ну, как бы мини-трап, и по нему, допустим, даже маломобильно, если пассажир на коляске, он может заехать прямо вот внутрь салона. Да, фантастика практически. Подходим мы к европейскому такому уровню. И в связи с этим вопрос, что изменится еще к чемпионату мира в 2018 году? Понятно, что что-то должно все-таки еще поменяться. Ну, наши самые главные планы связаны, опять же, с городским электротранспортом. Это, во-первых, трамвайная ветка, которая у нас дойдет до стадиона непосредственно на территорию радиоцентра. Это будет участок путей от улицы Ташкентской, от пересечения Ташкентской с Московским шоссе. Там порядка где-то, с учетом разворотного кольца, двух с половиной километров путей будет построено, чтобы на трамвае можно было непосредственно до стадиона доехать. В первую очередь это нужно для обслуживания гостей чемпионата. Согласно транспортному плану, люди будут прибывать к нам на вокзал, прямо там садятся на трамвай, и с учетом того, как у нас удобно устроены маршруты, оттуда можно доехать и до площади Куйбышева, где будет фестиваль болельщиков, и проследовать дальше к стадиону. Да, хотелось бы, чтобы после чемпионата мира все это осталось востребовано. Туда это будет, пассажиропоток такой, до стадиона? С учетом проекта планировки территории радиоцентра, там же не только стадион, там и спортивные объекты, и университетский кампус планируется, и пригородный автовокзал там будет устроен. Там будет очень много объектов транспортного притяжения, поэтому туда будут и дальше ходить. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Сейчас у нас есть небольшой ролик по тому, как изменится и транспортная сеть в Самаре именно к этому времени. Давайте его посмотрим. По Самаре будут курсировать 10 новых трехсекционных трамваев. Соответствующая заявка была размещена на официальном сайте госзакупок. Согласно условиям торгов, трамваи должны быть доставлены заказчику не позднее 20 января 2017 года. А это значит, что все они уже в начале следующего года должны выйти на городские маршруты. Для того, чтобы облегчить нагрузку на бюджет, трамваи будут приобретены в лизинг. Здесь прозвучало такое слово «в лизинг», да, будут брать транспорт в лизинг. Вот, наверное, может быть, не всем. Ну вот смотрите, транспорт вообще общественный, чтобы все понимали, это штука довольно дорогостоящая. То есть вот мы смотрели на стоимость, ну, в среднем так примерно, вот один трехсекционный такой трамвай стоит, ну, 75 миллионов рублей. Один. Мы покупаем 10 таких трамваев. Вот сумма существенная. Поэтому, ну вот опять же для сравнения, когда, допустим, человеку нужна там какая-то крупная покупка, то он берет ипотеку, там платит какой-то первоначальный взнос и потом постепенно гасит основную сумму долга и там некие проценты. Точно такой же финансовый инструмент существует и для крупных закупок различных, в том числе и транспортных. Это как раз лизинг. Это возможность... Это не синоним аренды. Это финансовая аренда. А, вот. Это возможность приобрести нечто, оплатив некий первоначальный взнос и далее привлечь кредитные ресурсы и потихонечку потом с ними расплачиваться. Это закупка в лизинг. Ну, это не какое-то открытие, не первый раз у нас вот все эти крупные приобретения, о которых я говорил, именно вот по лизинговым договорам были выполнены. И конкретно вот лизинг 10 трехсекционных трамваев для города – это очень выгодная вещь, потому что средства, которые будут выплачиваться в рамках этого лизинга, нам предоставляет бюджет области. И вот общая сумма закупки у нас там практически миллиард рублей будет, да. Ну, 10 трамваев – это с учетом в том числе и лизинговых процентов. Из них вот в первом году, в 2016-м, за счет городского бюджета будет выплачено 8 миллионов рублей, а затем каждый год будет платить 1 миллион 800 тысяч. Все остальное нам покрывает область. Поэтому вот именно этот лизинговый договор будет невероятно просто выгодным. Я не знаю, есть ли в Российской Федерации еще вот как субъект или город, где вот на таких условиях можно позволить себе приобрести подвижной состав. Да. Я вот вас прервала на рассказе о том, как будут гости и туристы доставляться и к стадиону, и в город, и из аэропорта, может быть. Вот об этом немножко подробнее. И это будет интересно жителям, потому что потом они этим всем будут пользоваться. Смотрите, у нас разрабатывается на уровне области операционный транспортный план, где в том числе расписано, каким образом и какие вот перевозки будут на период чемпионата. Этот транспортный план предусматривает обустройство порядка семи специальных маршрутов. Вот эти маршруты, они будут работать только под чемпионат. Про один из этих маршрутов я вам уже рассказал. Это трамвайный маршрут, и он будет ходить именно к фан-зоне и к стадиону. Будут еще и автобусные маршруты, которые, скорее всего, будут работать в режиме шаттла или в режиме челнока. То есть они в точке А загружают людей, в точке Б выгружают. Какие это будут точки? Скорее всего, это будет от аэропорта до стадиона ходить такой автобус. Еще у нас планируется обустроить на въездах в город некоторое количество перехватывающих парковок, куда гости, допустим, из области или из близлежащих городов будут приезжать, оставлять там свои автомобили, организованно заходить также в автобусы и следовать или на стадион, или, допустим, в фан-зону на площадь Куйбышева. Вот такие вот специальные маршруты, они будут организованы. Ну и, конечно, будет работать еще весь общественный транспорт. Плюс, может быть, немножко еще преждевременно, это не всем интересно, но в период проведения чемпионата вот те люди, у которых будет на руках билет на стадион, они будут ездить бесплатно в общественном транспорте. Да, это хорошо. А вот в связи с тем, что будет очень много людей и туристов, частный транспорт будет привлекаться или нет? Или вы делаете ставку только на муниципальный, что все должно обеспечиваться? Нет, будет привлекаться в том числе и частный транспорт. Вот у нас каких-то конкретных еще цифр по этому поводу нет, но могу сказать, что вот на уровне области там от 50 до 100 единиц уже ведутся переговоры о том, чтобы привлечь в том числе и из других городов, потому что, ну, собственных тут недостаточно будет сил. Понятно. А вообще, как строится политика департамента транспорта, вот еще по-старому его назовем, в отношении как раз с частниками? Что-то меняется? Потому что мы видим, что уже нет этих страшных, вот прямо скажем, маршруток и так далее. Ну, у нас последние три года, то есть где-то вот там 14-й, 15-й, 16-й год построена новая модель взаимодействия с частыми перевозчиками и, ну, выставлено так называемые единые требования. То есть все то, что город предъявляет к муниципальным предприятиям, ровно те же требования теперь устанавливаются и для частных перевозчиков. Эти требования, они очень простые и понятны, мне кажется, и самим предприятиям, перевозчикам, и людям, как пассажирам. Первое требование – это подвижной состав. То есть это должны быть не какие-то там непонятные газельки, которые вот мечутся по дорогам, непонятно, как ездят. Это должны быть современные, удобные, вместительные и, опять же, адаптированные там по возможности для маломобильных граждан автобусы, в которые просто можно удобно войти и удобно ехать. Второй момент – это возможность использования льгот. То есть как раз вот те самые карты школьника, карты студентов, они с трудом как бы потихонечку, но внедряются на ряде маршрутов. Потому что раньше часто можно было видеть на стекле, что льгот нет. Вот мы избавляемся потихонечку от этих табличек, льгот нет. И есть уже ряд маршрутов, на которых это реализовано. И третий момент, он может быть не столько очевиден для людей, но это единое диспетчерское сопровождение. У нас есть отдельное предприятие, которое занимается навигационной системой транспорта. Все подвижные единицы у нас оснащены датчиками GLONASS GPS. И диспетчер в реальном времени на экране монитора может отслеживать, как и где движется то или иное транспортное средство. Ну и в первую очередь, насколько соблюдается расписание. Понятно, что в последнее время у нас идут масштабные ремонтные работы к чемпионату, в том числе и ряд дорог, перерыт и перекрыт. Не всегда, скажем так, сейчас соблюдается это расписание, но это все отслеживается. То есть вот эти три требования, чтобы удобный транспорт, удобный билет и соблюдение расписания, они распространяются на всех. Мы видим, что частные перевозчики на это идут, они готовы с нами сотрудничать. Более того, они за счет собственных средств закупают подвижной состав. Тоже там порядка 200 единиц за последние годы вышло на дороге. Ну и отдельный момент – это газельки, от которых мы избавились. Да, это очень хорошо. И хотелось бы поговорить об инновациях, о сервисе. Что современного будет? Потому что мы говорили, что Wi-Fi в трамвае. Или еще что-то, что можно заранее увидеть, когда подойдет автобус через свой телефон. Или что еще? Это тоже не секрет. У нас есть вот эта система «Прибывалка», которая существует для всех распространенных телефонов и смартфонов. Вы, вне зависимости от того, какой фирмы у вас телефон и какая на нем стоит операционная система, вы можете скачать себе программу «Прибывалка-63» и в ней прямо в режиме реального времени увидеть, что вы стоите на этой остановке, к ней подходит такой-то автобус, такой-то трамвай и такой-то троллейбус. Более того, с учетом наличия такой программы, вы можете ожидать общественный транспорт не на остановке, а, допустим, у себя дома и выйти вот таким образом, чтобы подходишь к остановке и вошел в трамвай и поехал. Это хорошо. А Wi-Fi у нас где, кроме трамваев? Или есть где-то? Или об этом, в общем-то, и нет таких разговоров и перспектив? Мобильных планов по Wi-Fi нет, у нас пробовали мобильные операторы, но сказали, что пока не готовы предоставить. Да, но это не только от вас, зависит, конечно, от мобильных операторов, это такое действие, понятно. И уже больше полгода прошло, можно какие-то предварительные итоги, в принципе, подвести? Год такой непростой, подготовка к ЧМ, по футболу, вот что можно сказать о работе департамента, конкретно вашего транспортного направления? Вы знаете, у нас прошлый год, 2015, начался с того, что мы принимали 82 автобуса. Вот этот год у нас начался с того, что мы принимали, вот тогда было 82, а сейчас 83 единицы техники. Это 43 автобуса, 20 трамваев и 20 троллейбусов. И вот такие хорошие темпы нам кажутся значимым, достаточно результатным, тем более мы на нем не останавливаемся. У нас вот и линия трамвая готовится, и вот этот вот трехсекционный трамвай закупается. Я подчеркну, что это, во-первых, беспрецедентно выгодные финансовые условия для города, а во-вторых, это, в принципе, транспорт, которого раньше не было никогда в Самаре. Вот, и я думаю, что все это нам позволит встретить чемпионат на достойном уровне, и гости города это оценят. Да, и чтобы было понятно, до конца года что еще будет сделано? До конца года у нас вот прямо сейчас объявлена как раз закупка вот этих 10 трехсекционных трамваев. Мы ожидаем, что до конца года состоится электронный аукцион, будет уже определен конкретный подрядчик, и затем эти трамваи постепенно начнут поступать в Самару. Ну вы занимаетесь только таким вот транспортом, да, обеспечением транспорта. Или вот транспортная сеть, логистика тоже входит в ваши полномочия, вот как заместитель руководителя, или нет? Вот мне интересно просто, как сама транспортная сеть меняется, маршруты, потому что это всегда интересует горожан, много каких-то нареканий, что сюда не доходит, здесь не так часто, здесь наоборот. Есть у нас некая транспортная система, да, в рамках которой мы работаем. Сейчас, опять же, по понятным причинам, потому что там часть дорог перекрыта, часть дорог не функционирована, у нас, допустим, ну вот Кирово, да, кольцо Московского шоссе закрыто, там и ряд троллейбусных маршрутов оттуда убрано, и ряд автобусных маршрутов там передвинуты. Вот. Мы сейчас функционируем вот в рамках, ну скажем так, делаем не то, что мы хотим, а то, что мы вынуждены. То есть ездим, может быть, не там, где людям бы хотелось, да, там просто, где физически можно проехать. А так, конечно, у нас транспортная система развивается, мы регулярно мониторим и пассажиропоток, и пожелания наших граждан, и вот каждый квартал мы утверждаем расстановку подвижного состава, всегда там какие-то изменения присутствуют, мы навстречу городу идем, навстречу тем пожеланиям, которые люди нам выходят. Да, потому что сегодня время экономии, и, конечно, важно рассчитывать и пассажиропоток, чтобы транспорт туда не ходил вот просто так вот без... Ну, не надо забывать еще и о том, что вот я говорил, у нас две трети пассажиропотока – это льготные категории граждан, но ведь эти льготные категории граждан, еще и, скажем так, транспорт на них работает на льготных условиях. У нас есть такие маршруты, где автобусы, троллейбусы, трамваи работают до 10 часов вечера, и, может быть, в полдесятого там далеко не полный вагон набивается, а едут человек 10, но все равно мы должны их везти, потому что нет никакой альтернативы. И вот эта работа, она тоже ведется, она тоже, может быть, не так заметна никому, кроме транспортных предприятий и их руководства, которые там смотрят на финансовые свои показатели, скрипят зубами и говорят, вот это происходит потому, что мы вот там-то, там-то и там-то возим воздух, но мы не можем его не возить, потому что там все равно есть люди. Это социальное направление, это приятно слышать. И еще хотелось бы уточнить, по обратной связи, вы сказали, что там в трамваях, в новых там есть что-то, где можно оставить какие-то свои пожелания, а в целом какие-то нарекания, предложения, куда можно обращаться? В целом у нас работает горячая линия телефонной связи, это 260-20-18, телефон, туда можно звонить, напрямую высказывать свои пожелания, там какие-то обращения и так далее. У нас есть адрес электронной почты, дептранссобачка.самодм.ру, ну и есть официальный почтовый ящик департамента, куда также регулярно приходят обращения граждан по самым разным вопросам. Вы их все отсматриваете? Мы не просто их отсматриваем, мы их рассматриваем, принимаем во внимание и по каждому даем официальный письменный ответ человеку. Да, если вот официально через сайт обратиться. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о наших перспективах, горожан как пассажиров, успехов вам в работе, чтобы все у нас хорошо прошло в транспортном отношении и к чемпионату мира все сложилось. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Спасибо.